Приветствую вас, и вы знаете, есть в психологии такое понятие как драйвер, это такая очень интересная концепция. Она связана с тем, что в нашей жизни, в жизни каждого человека, даются определенные установки. Даются они родителями, как правило, эти установки. И человек для себя на протяжении своей жизни постоянно решает, следовать ли им этим установкам или нет. Вот. Иногда бывает так, что установки выполняются, выполняются прямо, и человек не может отойти от выполнения этих установок. Пример такого поведения, примером такого поведения могут служить люди, для которых первостепенной задачей является чистота. Но есть и другие примеры. Есть другие примеры, когда человек, например, постоянно опаздывает, постоянно не успевает, вовремя, извиняется за то, что опоздал. И интересно то, что даже вот эти люди, которые опаздывают, да, они тоже действуют по установке, что им нужно спешить. Но они выполняют эту установку не прямо, а косвенно, в борьбе. То есть установка вроде бы есть, а человек следовать ей не хочет. Но не осознавая этого, не осознавая факта наличия внутреннего противоречия, конфликта, борьбы, борьбы, человек опаздывает и не понимает, почему он опаздывает, из-за чего он опаздывает. Что его как бы вынуждает опаздывать. А вынуждает его опаздывать именно нежелание следовать установкам, которые по своей сути человека в данном случае ограничивают. В той или иной степени, в том или ином смысле слова, но ограничивают. И человеку нашему с вами вот такому, ну, гипотетическому человеку, да, достаточно некомфортно и неприятно живётся в такой вот ситуации, в таком вот аспекте. То есть можно сказать, что такого человека постоянно преследует опоздание, постоянно преследует какие-то просрочки, да, какие-то там, ну, неувязки, вот, и прочее, прочее, прочее. И можно ли сказать, что это проклятие? Ну, в принципе, да. Можно ли сказать, что от человека независит, то есть как бы он ни пытался, он всё равно будет опаздывать? Ну, в принципе, да. Потому что через это он реализует свои потребности. То же самое возникает и с вами. Почему вы обращаете внимание на грязь? Почему она вас преследует, эта грязь? Потому что у вас есть установка следовать чистоте. Но вы не хотите подчиняться этой установке, потому что она ограничивает вас, оставляет вас неудовлетворённым человеком и так далее. И в результате вы подсознательно боретесь с этой установкой, обращая внимание на нечто противопротивостоящее ей. Сами же от этого страдая, сами же от этого себя наказывая, мол, говоря, вот я дурак или дура, там, ну, я не знаю просто, кто вы, мужчина или женщина, вот. Вот я дурак или дура, опять, там, вляпался в грязь, там, в помой и так далее, ну, что же я за такой вот, там, и так далее, дальше по тексту. Вот. Это обвиняет, вы себя обвиняете в данном случае, если, когда это происходит, вы себя корите, вы себя ругаете, и ругаете, корите себя, не вы, а ругает и корит вас, ваш внутренний голос. Голос, ну, голос родителя, внутренний голос вашего родителя у вас в голове, который обвиняет вас и говорит, мол, вот, ты должен, ты должен быть идеально чистым, но я знаю, что у тебя не получится, я буду тебя ругать. Вы, в свою очередь, говорите, да, я знаю, что ты хочешь, чтобы я был чистым, но все равно, как бы, я хочу, там, быть свободным и так далее. Таким образом, вы выживаете в психологии, это называется маленький профессор психологии или взрослый, взрослый в ребенке. Вот. 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 Как это называется? Вот. И, соответственно, соответственно, этот конфликт можно разрешить, понять, чего хотите вы, понять, что для вас значит чистота, что для вас значит помои, то для вас значит грязь и так далее, чем, как бы, какие чувства вызывают у вас чистота, грязь и так далее. Вот. Затем этим разобраться и отойти от критического стремления к чистоте и критического стремления к помоям. То есть найти некий баланс, выровнять, выровнять, скорректировать курс, курс. Но это можно и нужно делать в результате индивидуальной работы, конечно же. Вот. Ну, ну, а что касается мистического представления, да, о, скажем так, проклятиях, то это вам, конечно, скорее к эзотерикам, действительно, а не к психологам. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.